друзья всем добрый день здравствуйте меня зовут юрий канатик так мир мире японских часов вы знаете что у многих блогеров есть такое понятие как переобзор переобзор еды или переобзор какой-то доставки ресторанов ну там подобного да вы поняли о чем я говорю так вот в нашем мире часовом в принципе такого быть не может потому что все часы они ну как бы разные это понятно зачем это объяснять но иногда есть такие случаи что компания в частности вот сейка в данный момент она выпускает одну и ту же модель постоянно десятилетиями чуть-чуть что-то меня поэтому конечно же это не классический переобзор но в целом вы ничего нового не узнаете о marine master тунце кварцевом если вы смотрите наш канал то могли уже видеть несколько обзоров а если вы в принципе интересуетесь японскими часами то вот кварцевый marine master вы с ним знакомы тоже лет наверное 15 должно быть точно все это время сейка выпускала такие модели как сбб 007 017 031 033 еще ряд других которые не назвал некоторые обзоры есть на нашем канале так вот в целом вот эта модель и все то что было до этого принципе то одно и то же то есть тот же культовый дизайн используется из года в год используется тот же браслет он не становится новым это браслет от marine master в том числе от механического тот же корпус да даже механизма 7 c он в общем то такой же стекло посмотрите да она выпуклой но совсем чуть-чуть даже практически можно сказать что ровно и сапсировая например на избе 007 она была ну очень выпуклым очень бликовала и было кстати минеральным то есть некоторые такие косметические изменения происходят в данных часах которые просто не могут и не происходить время идет технологии улучшается и ставить в часы за напомню что это кварц часы за 187 тысяч ен стоит минерал ну как то уже совсем не то да вы понимаете о чем не поэтому в этом ролике чего-то нового премьером сильно не расскажу мы поговорим немного о marine master их им также затронем тему часовой выставки который в данный момент ролик снимается 5 апреля 2022 года так вот в этот момент жене и проходит часовая выставка где сейка в том числе есть давайте быстро по этим часам стальную корпус стальной браслет безель также стальной он без какого-то покрытия однонаправленный крутится не тяжело нелегко такой средний средний усилия скажем так прилагаю все выставляется идеально ровно то есть промахнулся здесь 120 щелчков то есть есть полу щелчки так называемые в данный момент заводная головка откручена где он специально чтобы можно было лучше рассмотреть циферблат резьбы достаточно задняя крышка вы посмотрите водозащита 300 метров еще раз это кварц корпус тунец то есть сам скажем корпус основной механизма в коконе находится который защищена вот это вот кастрюлькой дополнительные это естественно защита от ударов дополнительная как это безопасность для часов и в то же время это очень популярная ну направление скажем до развития часового дизайна у сейка то есть тунцы есть их очень много есть вот эти кожухи пластиковые есть керамические как например в лимитках применяют но там ценники по пять шесть тысяч долларов и так далее есть тысячу метровые тунцы есть обычный кварцевый 200 метровый по 35 тысяч рублей то есть направление развивается и в целом цена зависит от применяемых материалов здесь напомню сталь и сталь с диашильд покрытием так называемое обмазанное покрытие которое защищает от срапин твердость 600 по викерсу 7 c 46 механизм пять лет работы батарейки плюс-минус 15 секунд его точность в месяц по размерам часы кажутся большими на самом деле нормальный размер высота 47 7 диаметр 46 и 7 и толщина 14 1 вес дал здесь 200 грамм хорош такая стальная кастрюлька дайвер здесь ничего не скажешь длина браслета 200 миллиметров напомню рука у меня не крупная длина запястья 17 сантиметров и в целом я не скажу что прям странно как все это смотрится нормально хороший размер учитывая все-таки что это спорт и даже если вы не дайвер то данные часы скорее всего вы возьмете как спортивный как на лето под шорт что-то такое куда-то на отдых съездить поэтому вполне себе нормально смотрится выглядит хорошо отдельно стоит поговорить о застежке здесь дайверская система удлинения застежка дорогая стоит более чем 100 долларов многие любители часов ее приобретают для того чтобы на какие-то более бюджетные часы например на сумму вот раньше ставили я знаю очень активно то есть застежка здесь интересно и можно пользоваться в том числе на других часах переставлять хорошая интересная вещь особенно вот эта система удлинения которые сейчас показал видели да как она работает через чех ты также можно удлинять и через систему удлинения но для этого вам нужно вот делать вот так даже не обязательно открывать понятно что когда на руке часы не так удобно но в целом возможность не снимая часы изменить длину браслета она такая возможность есть теперь в двух словах про браслет небольшой блок это браслет от классического маримастера который выпускается в том числе на механике 8 l35 вы знаете я не скажу что он прям супер и соответствует современным тенденциям на самом деле браслет простоватый может быть не для всех удобен очень длинные звенья более наверно чем один сантиметр если мы сравним по качеству вот этот браслет с тем что например ставится на современные дайверы такие как baby marine master или 62 масс и так далее то есть любой возьмите современный дайвер то этот браслет он будет уступать застежка лучше да но сам браслет вот это вот все но не такое удобное не такое идеальное да и наверное не такое красивое как на современных дайверах почему же он здесь стоит и почему же его применяют в часах в общем-то достаточно дорогих учитывая что это дайверы 1700 долларов примерно то есть на самом деле дорого здесь ответ простой это по сути дань традициям сами часы это дань традициям да сейчас на циферблате не пишут marine master marine master пишут только на лимитках но хорошим вот дизайн этих часов плюс браслет плюс сама чуна сам дизайн циферблата без или так далее это классический marine master который им покупается именно из-за дизайна кто не совсем в часовой теме простое сравнение есть такой автомобиль порч 911 помните сколько было недовольство со стороны фанатов когда убрали круглые фары то есть тот дизайн именно с круглыми фарами это есть история порч 911 который каких-то сороковых годах 20 века был создан здесь у нас тоже самое это дизайнерская история да наверное если сравнить качество и цену то здесь есть некоторая такая нестыковка скажем так но если сравнить именно харизматичность часов их еще раз назову эту историю их что ли уникальность для дайверского направления сейка то как бы ну за это приходится платить вот и все по-другому не скажу то же самое про 8 35 marine master и которые на механике у них тот же самый браслет уже старенький корпус монокок сколько уже лет его производят и там ценник за 300 тысяч иен то есть три тысячи долларов а почему они так стоят во первых история во вторых механизм гранд сейка здесь история и кварцевый механизм поэтому они в два раза дешевле пожалуй на этом про данные часы все теперь небольшой блок про выставку в жене который сейчас проходит там не представлена компания citizen ориент или касио да и в общем-то и сейка нам тоже не представлена гранд сейка там да есть и также другие можно сказать люксовые бренды гранд сейка показал там часы в среднем по миллиону йенами стоят самые те которые доступны и 980 тысяч йен миллион триста есть также две нереальные лимитки за 20-27 миллионов рублей в двух словах мы об этом рассказывали есть статьи текстовый на канале на дзене ознакомьтесь почитайте что хотелось бы отметить по итогам этой выставки так это не самая приятная тенденция удорожания часов сейка например дайвер свежий дайвер на механизме пятидневном спринг-драйве это уже не первый дайвер на этом механизме по моему девятнадцатом году вышел первый дайвер и стоил он тогда миллион йен этот стоит миллион триста по сути не изменилось ничего но цене прибавили 30 процентов вот это очень беспокоит особенно учитывая и так не самые маленькие цены на часы по меркам россии если интересно можем на эту тему как-то отдельно поговорить может быть в телеграме может быть на дзене какую-то статью напишу со своими мыслями и также жду от вас комментариев по данным часам на этом я закончу всем добра мира будьте здоровы крепко жму руку носите самые лучшие часы всем пока и 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